Поговорим об аквариумном дизайне. Это один из самых любимых дизайнов наших клиентов. Он имеет ряд преимуществ. Быстро делается, нетрудозатратен и мастеру не обязательно обладать художественными навыками. И к тому же любим, особенно в зимнее время, из-за блеска и различных переливов. Материалов для него великое множество. Первое место занимает песок. Без него не обходится ни один дизайн. Бывает разных цветов и размеров частичек. Голографический и однотонный. Мастеру нужно иметь большой выбор цветов. Песок всегда пригодится. Второе место в трудах. Как правило, используется вместе с песком того же цвета и придает дизайну 3D объем. Отсюда и название. 3D дизайн. Сюды тоже должно быть много. Третье место фольга. Придает дизайну фактуру. Она непрозрачная и очень тонко выкладывается на ноготь. Создает эффект дорогого дизайна. Далее уже без вес. Бульонки. Это мелкие жемчужинки. Их еще называют манкой. Тоже бывают разных цветов. Сухоцветы. Это высушенные цветы. Бывают разных оттенков и разных размеров. И еще много-много чего. Но основные материалы мы уже рассмотрели. Аквариумный дизайн делается на базовом слое. Это как пирог, который имеет много слоев. Есть одно золотое правило. Чем толще и объемнее материал, тем ниже он должен лежать на носке. В данном случае наносим слой нежидкого геля. Средней вязкости. Можно использовать однофазник или скульптурный гель. На него выкладываем следу и в лампу на 20 секунд. Далее еще один слой геля и выкладываем бульонки. Опять в лампу на 15-20 секунд. Важно, каждый уровень дизайна выкладывается на незаполимеризованный гель. Таким образом создается объем внутри дизайна. Далее берем фольгу, которая очень легко отрывается. И ею можно заполнить какие-либо пустоты. Она также наносится на слой незаполимеризованного геля. Оставшиеся пустоты можно заполнить каким-нибудь еще красивым аксессуаром. Это может быть кресток, это может быть слюда, это может быть все, что угодно на вкус мастера и клиента. Но чем ближе кверху, то толщина и объемность аксессуара должна быть уже минимальной. Иначе ноготь может быть толстым. Покрываем все скульптурным гельем в лампу на 2 минуты. Опиливаем и придаем блеск завершающим покрытиям. Сам по себе аквариумный дизайн несложный. Он как палочка-вручалочка для начинающих мастеров. Но в дальнейшем его можно будет удорожать, например, разнообразить их росписью. С вами была Ева Лорман. Всем успехов и удачи! Пока-пока!